В этом видео я расскажу, как за 5 баксов сделать свою скриншотилку, свою штуку для файл-шеринга, свой VPN и свой прокси для телеграма. Это все будет на одном дроплете за 5 баксов, что довольно дешево, на мой взгляд. Какой-нибудь VPN, наверное, столько стоит в месяц, платный, и он не настолько безопасный, как VPN на своем сервисе, не говоря уже за бесплатный VPN, который торгует данными. Я недавно выложил свои скрипты и свои .файлы в GitHub, так что можете звездочку мне поставить, это обязательно. И у меня у людей возникло много вопросов про один скрипт, который делает скриншот, и этот скриншот закидывает на свой какой-то сервер и ссылку на эту картинку записывает в буфер. И поэтому я покажу, что нужно делать на стороне сервера, чтобы эта штука заработала. На самом деле там вообще ничего сложного, просто надо установить Nginx и сделать одну запись на то, чтобы читались файлы из папки. Давайте я перейду на экран и буду показывать все, что у меня тут, все, что я буду делать. Вы можете использовать вообще любой хостинг, который вам нравится. Я лично использую DigitalOcean из-за того, что мне он нравится больше всего. Если у вас уже есть какой-то дроплет с VPN или с чем-нибудь еще, вы можете использовать его. Если нет, то создавайте новый. Если вообще вы не зареганы, вы можете использовать мою рефералку. По ней вы получите 100 баксов, я получу 25 баксов, вроде как-то так. И вам на пару месяцев там хватит, пару месяцев вы ничего не будете платить. Поэтому давайте начинать. Я уже создал дроплет за 5 баксов и во вкладке Networking привязал домен к этому дроплету. Давайте я его сейчас пингану. Так, он пингуется. Поэтому вы можете пока на паузу поставить, там сделать свой дроплет, увидеть, что он пингуется. И после этого давайте зайдем на этот дроплет по SSH. Так, мы зашли. Мой дроплет называется... Не буду говорить как. Давайте для начала мы обновим Ubuntu. Здесь у меня Ubuntu. Update. Так, Update обычно делается быстро, а вот Upgrade займет какое-то время. Так, Upgrade. Так, тут, наверное, надолго, поэтому я вот это вот все промотаю, пока он не закончит с Upgrade. Что-то он у меня спрашивает. Я, пожалуй, соглашусь на все, что он от меня хочет. Так, теперь нам нужно установить Nginx. Устанавливаем Nginx. И после того, как мы установим Nginx, нам надо будет пойти в директорию var3w и создать там директорию, которая называется так же, как наш домен. Вы можете как угодно там... Не как угодно, а именно так, как ваш домен, не так, как я пишу. Так, теперь мы переходим в эту директорию и создаем тут директорию HTML. Все. Теперь нам нужно идти в категорию Ads Nginx. И тут есть директория Sites Enabled. И здесь нам нужно сделать файлик, который тоже называется так же, как наш домен. Создаем. И тут где-нибудь в видео я прикреплю статью. Статьи еще нет, я не знаю, где я ее буду писать. Но куда-нибудь я выложу статью. Со всеми этими командами, которые я вбиваю. Поэтому из статьи прям скопируйте вот этот вот кусок. И вставляйте. Все. Сохраняем этот файлик. И давайте перезагрузимся. И посмотрим, все ли нормально загрузилось. Загружается ли вообще наш дроплет. Так, после этого идите в GitHub в мой и качайте скрипт, который называется screenshot как-то там. Там есть screenshot local и screenshot, наверное, server. Я не знаю, как он там. Не помню, как он называется. Теперь давайте проверим, загружается ли. Да, он перезагрузился, наш сервак. Так, теперь вы скачали файлик. И в нем вы тоже должны изменить. Давайте я вам покажу. Так, vim. Так, вот в файлике будет три вхождения с доменом, который я использую. Вы должны здесь использовать, изменить все на ваш домен. Давайте изменим. Так, вроде все. Давайте попробуем, я не знаю, сработает он или нет. Теперь мы запустим этот скрипт. И у нас должен появиться курсор в виде крестика. И мы должны выбрать какую-то зону. Отвечаем yes. И вроде как скриншот сделался. Давайте посмотрим, загрузится он или нет. Да, у нас все работает. Буквально несколько команд. И у нас эта штука работает. Также я уже показывал, что мы можем, например, зайти в рейнджер, выбрать здесь какой-нибудь файл и просто нажать x. И у нас точно так же наш... А, тут у меня, короче, другой домен. Короче, это не работает сейчас, потому что я не изменил домен. Если вы там тоже в этой строчке измените домен на нужный, то эта штука будет работать. Так, давайте теперь на наш дроплет поставим прокси для телеграма. Я для этого буду использовать докер. Давайте установим его. По сути, здесь я буду использовать уже готовое решение, которое я нашел на гитхабе. Там одна строчка, которая должна выполниться. И у нас вообще заведется весь наш прокси для телеграма. Так, вот эта строчка. Выполняем ее. Вроде как готово. Давайте теперь откроем телеграм, пропишем сюда все из нашей строчки. Как вы видите, в этой строчке есть юзернейм и есть пароль. Давайте просто введем этот юзернейм и пароль и посмотрим, будет ли у нас все работать. Так, давайте пойдем в телеграм, в настройки. И тут есть advanced. После этого тут есть прокси. Добавляем новый прокси. Добавляем айпишник наш. Порт. И логин и пароль, которые были в строчке. Все, как мы видим, прокси работает. Прокси онлайн. Готово. Давайте теперь сюда же поставим еще и VPN в этот же дроплет. Я уже показывал, как это делать. Если вы делали, то можете пропускать эту часть. По сути, нам просто тоже две команды нужно ввести. Мы копируем тот же образ из докера. И запускаем эту штуку. После этого у нас просто появится, должна появиться ссылка. У нас появилась ссылка. Теперь мы просто берем эту ссылку и идем в браузер. Тут продолжаем. И у нас качается файлик. Мы этот файлик качаем. И он будет с рандомным названием каким-то. И переименовываем его как-нибудь там в vpn.ovpn. Теперь давайте попробуем подключиться к этому VPN. Все готово. Мы подключились. У нас я вот вижу, что айпишник поменялся на другой. В принципе, все готово. Мы быстренько завели на нашем дроплите все, что нам нужно. Это скриншотилка. Это шеринг файлов. Это прокси для телеграмма. И не только, кстати, для телеграмма. Это просто обычный сок 5 прокси. Вы можете использовать его где угодно. Вы можете, не знаю, дать друзьям доступ. Сами используют в любых приложениях. Также у вас есть VPN. Все это за 5 баксов. По-моему, это очень круто. Так что вроде как все. Вы теперь должны поставить звездочку все-таки в GitHub. Что там еще. Вроде все. Можете еще на мой телеграмм канал подписаться. Потому что тут я что-то редко начал видео делать. Возможно, начну как-то почаще. Но сейчас что-то вообще не хватает времени. Но в телеграмме я часто что-то почу. Я уже, наверное, 2 месяца делаю такую штуку на Go для управления личными финансами. Сейчас я помню, я делал это в Google таблицах. Я даже ролик про это делал. Но я осознал, что в Google таблицах очень все неудобно. Ты часто делаешь какие-то вещи руками. И поэтому я начал все переписывать вообще на Go. Go мне прям очень понравился язык сам. Я уже практически все доделал. Сейчас это работает прям очень классно. Мне нравится. Возможно, когда-нибудь я покажу. Хотя в финансах я не очень сильно разбираюсь. Но при этом много я сделал графиков и каких-то вот вещей, которые мне удобны для наблюдения за своими финансами. Так, вроде все. По скриптам, по этим вроде все. Я надеюсь, теперь вам понятно, как это использовать. И надеюсь, что вопросы по скриншотам теперь не будет. Все.